Наверное, один из главных результатов этих выборов, ну как бы там социологи не трактовали цифры, но уже сейчас понятно, что коммунистической партии в новом парламенте не будет. Украина шла к этому долгие годы. Вениамин Трубачев об окончании коммунистической эпохи. Крущевки, полуразрушенный дом быта и закрытые магазины. Ничем не примечательный поселок в Харьковской области, если бы не название. Коммунист. Здесь до сих пор кое-кто голосует за красных. Да, за коммунистов, конечно. Мы же коммунисты получили, коммунисты нам и квартиры дали, и все дали. А что зараз дают? Я качаю вас, что она дает? Скажите, пожалуйста. Старшее поколение ностальгирует по прошлому, а вот молодежь о коммунистах вообще ничего не знает. А кто это вообще такой коммунист? Человек, наверное. Была война еще. А потом СССР распалась, и вот все. Начинается новый век. Митинги коммунистов – это сплошное дежавю. Вот кадры хроники. Красные флаги, песни о трудовых достижениях и звонкие лозунги о равенстве. Так было в СССР. Точно так же в независимой Украине. Только участников таких парадов стало намного меньше. Правда, слова Ленина и через столетия вечно жилы. В этом году коммунистам отмечать годовщину Октябрьской революции придется, скорее всего, без размаха и без своего привычного места поклонения. Поклоняться уже некому. Во времена Майдана памятник Ленину в Киеве сбросили с пьедестала. После этого гранитного Владимира Ильича растащили на сувениры. В Украине начался Ленинопад. Ленина повалили в Сумах, Житомире, Полтаве, Хмельницком, Днепропетровске, Харькове. В общем, все города и не счесть. То, что памятники сносят, конечно, это, может быть, и надо делать. Ну, парочку хотя бы оставили, поскольку и мою фамилию написали. Александра Склярова иногда называют киевским Лениным. Актер поддерживает снос памятников. И, несмотря на амплуа, он ярый противник коммунизма. Я коммунистом никогда не был. И, как говорится, голосовать, конечно, я не голосовал, потому что я демократ. И, как говорится, я люблю правду, истину. Брехнюю не люблю. Репутацию бессменного лидера украинских коммунистов Симоненко в этом году изрядно подмочили. У него обнаружили дом стоимостью в миллионы долларов. А во дворе был припаркован дорогущий Астон Мартин. Теперь борца за права трудящихся преследуют активисты. В Украине Симоненко критикует капиталистическую Европу. На это не мешает ему там отдыхать. Вот фото из Австрии, а еще чаще он летает в Испанию. Которые партии сами были в олигархии. Коммунисты там ничего уже не было. Это не было никакой марксизм. Это даже не был анонимизм. Ленин думает, что бы обезвало бы кого-то иначе. В парламенте прошлого созыва фракция коммунистов распалась. Рейтинг приближается к нулю. А сейчас идут суды о запрете Компартии в Украине вообще. Мне кажется, что эти вещи нужно доводить до конца. Это нужна речь. Потому что идеология коммунистичная. Это идеология с фашизмом на одном поверхности находится. Коммунисты отвечают традиционно. Это происки капиталистов. И гонения они не боятся. Мы будем снова бороться за восстановление коммунистической партии. Если придется, мы создадим новую партию с теми же идеями. И будем продолжать борьбу. На этом свет Клином еще не сошелся. Компартия уже была под запретом в начале 90-х. После двух лет работы в подполье Красным снова разрешили идти в парламент. Это таки этавизм, який дуже давно себе пережив. Это какие-то мощи, який встают и ходят и гальванизуют. Без кинца вот этот Франкенштейн. Ну и так чи иначе, это подпитка Сувка. Вот такой коммунизм до рівня Сувок. Биография Ленина с иллюстрациями. Вот такие коммунистические значки. Вымпелы. Все это уже история и музейные экспонаты. Конечно, можно и по-другому. Взять и разрушить все советские памятники и сжечь красные флаги. Но это слишком просто. Намного сложнее изменить у людей в обществе совковое мышление. В поселке коммунист с атрибутами коммунистического прошлого уже распрощались. Поснимали даже дорожные знаки. Осталось сказать прощай названию. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Вениамин Трубачев, Иван Нашлиндер, Лидия Калинина и Геннадий Вивденко. Подробности недели телеканал Интер. Киев, Львов, Харьков. Субтитры создавал DimaTorzok